В эти минуты в центре Киева собрались сотни ученых. Они находятся у здания Верховной Рады, выступая против сокращения расходов на науку. Вот мы видим сейчас людей. В общем-то, какой-то политической линии незаметно. Видно, что люди сами написали, либо распечатали лозунги. То есть доведены до отчаяния, не просят ни у кого помощи, требуют справедливости. И вот на связь с Лайфом выходит наш корреспондент Катерина Петрова. Катерина, здравствуй. Вот грозит ли Украине научный Майдан, либо все-таки уже кто-то вышел из представителей власти и дал ответ на вопросы ученых? Буквально только что к митингующим вышла Юлия Владимировна Кимошенко. Она выступила перед представителями науки и попросила их дать отстрочку еще на две недели новой власти. Митингующие встретили ее с восторгом, поскольку именно в 2007 и 2008 году сфера науки финансировалась лучше всего. Но обещаниям политика не поверили и пока под стен Верховной Рады не расходят. Ну а в целом люди хотят, я так понимаю, повышение финансирования, но ведь бюджет уже собран. Каким образом они пытаются истребовать эти деньги? Ведь до конца года получается, что они остаются на голодном пайке. И до конца года, и уже в течение последних нескольких лет сфера науки в Украине финансируется хуже всего. Люди не работают, не живут, а выживают. Финансирование этой сферы зависит не только отдельные личности, а целые семьи, которые работают в этой сфере уже не одно поколение. Митингующие говорят о том, что представители украинской власти просто хотят загнать на угол. Ну, в общем-то, Украина же обладала потрясающим научным потенциалом по ракетостроению, по каким-то новым технологиям, когда еще была в составе Советского Союза и могла позволить себе достаточно большой штат ученых. Получается, сейчас вот, судя по заявлениям экономистов и отчету военных Украины, они предпочитают закупать. То есть, получается, что в ближайшее время сфера, научная сфера Украины просто угаснет. Либо есть какие-то перспективы, ну, что говорят сами люди? Люди надеются на то, что наконец-то Украина определится своим положением, то ли на запад, то ли на восток. И уже начнет развивать свою науку. Не метаться со стороны в сторону, а работать над собой, возвращать свое теплое в прошлое в сфере науки и не только. Ну что ж, две недели есть у правительства Украины для того, чтобы хоть как-то решить вопрос с научными деятелями, которые сейчас стоят с транспарантами и лозунгами у Верховной Рады Украины и требуют хоть каких-то денег. Все-таки семьи кормить надо с учетом инфляции, тех зарплат которых, в общем-то, и нет, не хватает и деньги давно уже закончили. Для того, чтобы не развалилась Украина, на данный момент научная сфера незалежная, сейчас стоит с транспарантами, требует внимания. Спасибо. На прямой связи со студией. Лайв по телефону была наш корреспондент Катерина Петрова.